Музей Музей первоначально существовал как мемориальный музей Мник-Контротюка с 1993 года. Музеем города Новосибирска он стал в 2010 году. Первоначальное решение о создании музея города Новосибирска было принято в 1943 году, когда готовились отметить 50-летний юбилей города. Но по понятным причинам вышла война, этого не случилось. Но тем не менее, в 2009 году уже стало понятно, что городу нужен собственный музей. Музей Видишь, смотря рюк-мометр, счетная машинка. Единственное, что я могу сказать, а как пользуются, я этого, конечно, не помню. Труд тяжелый. За два часа, я думаю, руки отваливаются. В этом году «Ночь музеев» в Новосибирске проходит уже в пятый раз. Наш музей стал координатором всей музейной акции. Она получается достаточно масштабной. В ней учитывают 20 музеев самых разных. Каждый музей предлагает свою программу. Я думаю, что каждый, кто интересуется историей города, интересуется культурой, музейной культурой, обязательно люди для себя интересные. Я вообще-то репортажник и скорее фото-журналист и фоторассказчик, чем студийный фотограф. Поскольку музей города Новосибирска давно знаю и люблю, поэтому я сегодня здесь. Когда будут фоточки? Через неделю на сайте музея города Новосибирска. Вот, например, я хочу примерить коромыслое с ведрами. Коромыслое с ведрами. Прекрасный наряд русской девушки. Русской девушки. То есть коромысло — это наряд, да? Нет, это аксессуар. Это аксессуар. Наше здание было построено в 1924 году. И в этом здании работал вот этот человек, который сейчас спит. Это талантливый человек Юрий Васильевич Кондратюк. Мы с вами являемся сотрудниками этого акционерного общества. Поэтому мы пришли с вами на работу утром. Заходим. А он... Открывашка для бутылок. Стильная штучка. Стирокальная студия художественного слова «Мы». Мы показываем сегодня спектакль. Соня. Автор — «Толстая». Наш город относится к тому роду городов. Казалось бы, истории нет. Но если внимательно посмотреть, исторических фактов очень-очень много. И мне кажется, можно ездить за границу, знать про другие страны. Но не менее важно знать тот город, в котором ты родился или приехал учиться. Ну что, милок, 36 картей, 36 чертей. Расскажите всю правду. Что ждет короля крестового, короля бубнового на пороге, на дороге, на кровати, за столом? Ты, как говорится, журавля поймал. Держи его теперь, Кенча. Что вас сюда привело сегодня? Любопытство. Любопытство даже. Или вы захотели просто укрыться от дождя? Нет. Что заставляет стоять вот под дождем практически и ждать входа в музей СССР? Ну, наверное, интерес. Любопытство интерес. Для того, чтобы сегодня человек жил в своем городе и любил свой город, он должен город знать. Потому что, если он не знает город, он, соответственно, не может относиться к ним с уважением, считать его по-настоящему родным. А если человек будет знать вот те удивительные истории, яркие страницы из истории того места, где он родился, мне кажется, это будет более достойно, и он будет понимать, за что любить родной город. А скажите, пожалуйста, почему с вами рядом стоит человек без лица? Я думаю, что это очень символично. Это рядом стоит тот, кто сегодня не пришел, побоялся дождя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!